В этом ролике, как и в ближайших восьми, будет задача с параметром. Если вдруг вы не смотрели подготовительные задачи на эту тему, добрый совет, посмотрите. Потому что нынешний материал будет мощным и интересным. А сюсюкаться нам некогда, скоро экзамен, и пора брать быка за рога. Поехали! Найдите все значения a, при каждом из которых данное уравнение имеет хотя бы одно решение. Думайте сами, пробуйте сами, тем более, что ваши друзья вряд ли смогут помочь. Ну а затем смотрите разбор. Несмотря на то, что эта задача на решуе g занимает две страницы непонятного текста, и это с учетом нетривиальной замены, уравнение все же безобидное. Посмотрите, оно даже улыбается вам. Ну хорошо, может быть я перегибаю, но все-таки замена здесь очевидна. Вместо корня из единицы плюс x в квадрате будем писать t. Обратите внимание, каким бы ни был x, t-шечка принимает значение не меньше единицы. С учетом нашей замены перепишем исходное уравнение, при том степени t в числителе расположим по убыванию. Тройку перекидываем налево и приводим все к общему знаменателю. Кстати, о знаменателе. Он ни в коем случае не должен равняться нулю. То есть само t не может принимать значение 0 или 2. Вообще, чего уж мелочиться, если мы сказали, что t больше или равно единице, то, конечно же, оно не 0. Лучше запишем так. t больше или равно единице, но при этом не равно 2. Бум. Наша дробь будет равна нулю тогда и только тогда, когда числитель 0, а знаменатель не 0. Ограничения на знаменатель уже выписаны, ну а в числителе у нас квадратное уравнение. Или не квадратное, ребят? Как считаете? На самом деле этот подвох уже нам попадался. При а равном 3 наше уравнение не является квадратным, оно будет линейным, да при том 0 плюс 0 плюс 1 это, конечно же, не 0. Так что решений в этом случае нет. А вот если а не равно 3, то есть коэффициентик перед квадратом t не нулевой, то мы можем найти дискриминант, например, деленный на 4, почему бы и нет. Взгляните, он получился достаточно симпатичный и легко сказать, где он не отрицателен. Вот она числовая прямая, и нам годятся все а меньше 3, либо больше или равной 4. А почему вообще такие значения параметра нам годятся? Потому что если дискриминант не отрицателен, то квадратное уравнение имеет, по крайней мере, один действительный корень. Ну что ж, получается, это и есть ответ. От минус бесконечности до трех, и от четырех до плюс бесконечности. Если на этот вопрос вы наивно отвечаете «да», то послушайте, что я вам скажу. Для выписанных значений а квадратное уравнение имеет хотя бы один корень. Но подходит ли этот один или не один корень под наши ограничения, мы понятия не имеем. А ведь это надо исследовать. Но прежде чем заниматься такой тонкой умственной деятельностью, я хотел бы еще раз донести толстые, как мой код, идеи. Надеюсь, вы не удивитесь, что перед нами была задача. Вот даже ее условие. Смотрите. Найдите все значения а, при каждом из которых данное уравнение имеет хотя бы одно решение. Пораскинув мозгами, мы поняли, что оно может иметь решение, если имеет решение вот такое квадратное уравнение. Но про него же мы знаем все с восьмого класса. Если дискриминант не отрицателен, то уж какой-никакой, а корень будет. И мы даже знаем, при каких значениях а он будет. Вон они в углу оранжевые. Нам осталось лишь не попасться на последнюю ловушку. Возможно, такая ситуация, когда тшечки существуют. Например, t равно минус пяти. А вот иксы все равно не существуют. А в исходном уравнении иксы и были они т, правда? Так давайте же выясним, при каких а выполнены все вот эти вот ограничения. Нет проблем. Сейчас мы запишем по известной формуле непосредственно сами корни. Они у меня немножко стеснительные, спрятались, но вот сейчас уже показались. Предлагаю а-3 из числителя отдельно поделить на а-3 из знаменателя. Все-таки они одинаковы как-никак. Получается единичка плюс что-то и единичка минус что-то. Значит, для тех оранжевых а, что в правом нижнем углу, у нас обязательно будет один корень больше или равна единице. Больше единицы – это, конечно, хорошо, но насколько больше? Не будет ли наш корень случайно двойкой? Такой вариант нас не устроит. Сейчас мы выясним, при каких значениях а случается такая неурядица. Если вы не забыли, то мы исследуем только оранжевые а, те, что в правом нижнем углу. Для таких а знаменатель не ноль и тут хоть крест-накрест. Возводя в квадрат обе части уравнения, позабудьтесь о том, чтобы они обе были неотрицательными. Только тогда переход будет равносильным. Я же этого делать не буду, не царское это дело, а предпочту сделать проверку. Ведь какой бы знак мы ни брали в формуле корней, что плюс, что минус, при возведении в квадрат мы получаем уравнение следствия, которое, на вас трите уши, как и исходное уравнение, имеет единственный корень а равное 3. При таком а равное 3 мы получаем t равное 2. Такое t мы писать не имеем права, и значит а равное 3 в ответ не идет. И тут вы спросите, а как поменяется наш ответ? На что я скажу? Никак он не поменяется, потому что а равное 3 мы и не планировали включать в ответ. Но помяните мое слово, все те рассуждения, что мы провели, они важны и не напрасны. И все те, кто хоть сколько-нибудь это понял, большие молодцы.